Обняла, люблю, целую, обняла, люблю, целую. Мама такая, нет, в эстраду ты не пойдешь. Ты была звездой, получается, с шести лет уже? Ха, все, я буду бить татуировки. Тренчарт Лайк ФМ, пятница, всем привет, говорю еще разочек, я Виталий Кмешура, и сегодня напротив меня долгожданное гостье, на мой взгляд, загадочное, таинственное и потрясающее с музыкальной точки зрения, и не только с музыкальной, то есть Чайкина, привет! Привет! Мне кажется, что еще там какое-то количество лет назад сложно было представить, что Тося придет на радио и будет давать интервью, а теперь Тося дает интервью. Это потому, что я раньше говорить не умела. Не знаю почему, не знаю почему. Ладно, давай начнем со стандартного опроса, который задаю всем, кто приходит. Музыка, что в последнее время тебя впечатлило, вдохновило, может быть, удивило? Наверное, наверное, меня очень радует Гарри Стайл. Уже не первый год, получается, радует. Или последнее тебе прям залетает творчество? Мне нравится то, что в последнее время он прям стал суперзвездой. Сто процентов. Хотя музыка у него... И это Тося не просто прокашлялась, она как бы свое отношение к Гарри Стайлзу высказала. Да нет, мне нравится то, что у него музыка, она не ярко выраженный поп, но она стала популярной во всем. Ну вот я согласен, вот его выступление, скажем так, на Куачелле, например... Я не смотрела. Ну, кто не смотрел, прям гляньте. Я, я попробую. Это прям такое, выступление рок-звезды. Мне кажется, прям такое, вот рок-звезды. Кто не знает, Гарри Стайлз участник One Direction, суперпопулярной группы, суперизвестной группы. И действительно, в последнее время он прям жжет. Кроме Гарри, кто еще? Я, пожалуй... Подсказка! Свой плейлист! Так. Вообще, я за новинками не особо слежу. Не обязательно, можно старинки тоже рассказать. Старенький. Ну, например, мне очень понравилась группа The Black Skirts. Это такая азиатская группа. И мне очень понравилась одна песня, называется Everything. Она такая в духе группы Sigrets After Sex. Вот, и... Ой, крутая группа, знаю ее. Да, одна из моих любимых, кстати. Потому что ее можно слушать в любом состоянии, в любой вообще ситуации и кайфовать. Но это такая, согласись, музыка для фона. Не всегда. Иногда эта музыка... Вот ты слушаешь, например, альбом Sigrets After Sex, и иногда это просто погружение в свои мысли. То есть это... Мне нравится, когда музыка, она может играть и на фоне, создавать какое-то... усиливать настроение, да. А одновременно еще было бы классно, когда эта музыка настраивает тебя. То есть ты можешь вслушиваться в нее и параллельно читать текст и понимать, о чем в песне написано. Вот, что еще мне понравилось? Мне очень нравится первый альбом Аффикса Твина, который эмбиент, альбом. Это просто невероятный шедевр. Из такого... Еще мне нравится очень Номбе. Это чел, который попался мне вообще в запрещенной социальной сети. Еще тогда существовал Таргет. Вот. И я смотрю, там у него там что-то 10 тысяч подписчиков, сейчас у него там 70 тысяч. Но мне очень нравится его творчество. И периодически я как-то с ним даже общаюсь. Да, переписываешься? Да. А еще, кстати, фанфэкт. Мне очень нравится М83, и он как-то мне ответил на сториз. И я такая, maybe we create something. Он такой, maybe one day, да. И сердечко поставил. Эми Вайнхаус, пятница, гитара, вокальные конкурсы и мамина мечта стать оперной певицей. Все про тебя? Все так. Обалдеть. Да. Это настолько разные вещи, вырванные вообще отовсюду. Ну, давай вот я вот выцеплю конкретно вокальные конкурсы. Большинство людей эта вся история ломает. Ну, типа, когда там, знаешь, еще ребенок отправляется на конкурсы, а ты, насколько я понимаю, начала довольно рано этим заниматься и ходить на конкурсы. Да, я помню свой первый конкурс, мне было лет 6, наверное. Повели, да, родители, получается? Да. Я записывалась на студии у какого-то взрослого дяди дома. Вот. У мамы друг, еще друг детства, композитор Андрей Смоленинов. Ух ты. Вот. И мы записывали, записали несколько песен его. Там, я помню, «Краски Петербурга». Ну, такие патриотичные петербургские песни. Вот. И я ездила на всякие эстрадные конкурсы. И я помню, что мама говорит, вот там композитор Киркорова сидит в жюри. И я такая, а-а-а-а. А я помню еще, что он на Муз-ТВ что-то вел. И вот. И я почувствовала какую-то суперответственность. Мне было 6. У меня была подтанцовка. И стал человек 15. Ничего себе. Ты была звездой, получается, с 6 лет уже? Не совсем. Я помню, что я вышла с микрофоном. И у меня, я то слышала себя, то не слышала. И я помню, что я что-то заболела. И мама попросила включить плюс. И там что-то глючило. И я, у меня голос срывался. И я помню, что это был такой провал. И у меня прям, я выходила на сцену, я помню. Вот мне 6 лет, я выхожу на сцену с этим тяжелым, на тот момент, микрофоном. И такая, просто пою, не знаю, кому пою. Передо мной темнота, пустота. И это очень всегда было страшно. И мама такая, нет, в эстраду ты не пойдешь. Пойдешь в оперу. Пойдешь в оперу. Ну, у меня мама преподает академический вокал. И я у нее занималась с ранних лет. Вот, это потом уже, когда у меня выросло критическое мышление. И я такая, а, все, я буду бить татуировки. И буду петь всякими разными голосами. Ты сейчас пришила голос определенный. Да, немножко. У меня другой вопрос. Как это все не отбило у тебя вообще желание заниматься музыкой? Потому что я, наверное, знала, что я хочу петь свою музыку. Я просто не понимала, каким образом это можно сделать. И вот в 17 лет я повстречала Андрея Мартынова, с которым мы очень быстро написали мини-альбом. Через неделю о нем рассказала афиша. И у нас взяли огромное интервью. И это было вау для меня. Это было настолько вау, когда мы записали первую песню, я просто всем ее ставила. Говорила, господи, послушайте, это же вообще, это моя песня. И с тех пор я поняла то, что это мое. Потому что до этого момента я не понимала, как... Жить дальше. Двигаться в музыке. Да, я не понимала. Я просто... Вот у меня был запрос, я ходила такая, что-то пела и бренчала на гитаре, там, играла на фоно, что-то придумывала, но как бы не фиксировала. Я не знала, как это сделать. Но нашла человека, который это все сделал. И мы просто написали EP, альбом, сингл. Потом разошлись. Но, думаю, воссоединиться в феврале будет 10 лет. О, что-то будет легендарное. 10 лет спустя. Да, да, да. Круто. Значит, узнали, что да, могла она стать оперной певицей, а могла ведь стать еще и балериной, как говорят. Ну, хотелось. Хотелось. И в 6 лет занималась. Но не вывозила гимназию, балетную школу и музыкальную школу. И мама решила остановиться на музыкальной школе. И спасибо, что она это сделала. Но, тем не менее, музыку для балета ты написала. Да, да. Илья Живой, мой друг, который был в труппе Мариинского театра. И впоследствии стал хореографом. Вот я во втором его проекте поучаствовала как композитор. Знаешь, я когда читал вообще информацию про тебя, ты написала музыку для балета. Ты еще на бэках пела, ну, с суперкрутыми звездами, музыкантами, которых все слушают. Извини меня. Асай, сенсей, ну, типа, просто поработать с этими людьми, ну, это, типа, суперкруто. Вот ты писала музыку для кино, да. Что дальше? Вот я когда читаю такие биографии, понимаю, что человек сделал уже столько всего. Как себя мотивировать и чего хотеть дальше в творчестве? А дальше, ну, также хочется что-то глобальное для кино написать. Знаешь, не просто песню, там, заглавный трек, как у «Беспринципными». Хотелось бы что-то более наполненное, масштабное, типа, инструментал, например, ко всему кино. Потому что мне нравится не только писать песни, мне нравится еще писать просто какую-то музыку. И как-то подзвучивать картинку, усиливать ее. И ты понимаешь, у тебя два инструмента, да, у тебя гитара и фоно? Барабаны еще. Еще барабаны. Ну, на барабанах сложно написать мелодию, но, типа, тем не менее, ты когда пишешь музыку, ты пишешь ее клавишами или струнами? Когда как. Иногда все начинается с синта. Иногда я просто сразу сажусь за комп. У меня из аппаратуры это микрофон, ноут, конечно же, аудиокарта, гитара и синтезатор. И на синте я как раз-таки, миди-клавиатуру точнее. И я набиваю ритм, играю синты. То есть я сразу собираю аранжировку, какое-то настроение, а дальше уже рождается мелодия и текст. Текст в последнюю очередь, сначала все на мелодию? Не всегда. Бывает такое. В сердце бахнули стрелы, пришли, я помню, что я играла, и вот просто пришла эта строчка, я начала ее петь, записала в сторис, и все такие, ооо, как классно мы хотим. И всем бахнули в сердце сразу? Да, да, да. Мы очень, вот с Ксюшей, с моим менеджером, очень удивились такой реакции и распространению, потому что ни разу, мне кажется, в сторис меня так не постили, типа, что засняли экран, выложили и отметили, и такие, а, когда, когда, следующая песня? Есть еще про одну песню, хочу с тобой поговорить, но после музыки Трэнчарта, которая для меня, песня, о которой будем говорить, звучит как мантра вообще просто. А, что за песня, как ты думаешь, а? Не знаю. Стрелы? Да нет, не стрелы, другая песня. Я обещал вам песню, Тоси, которая для меня как мантра звучит, и это, конечно же, «Обняла, люблю, целую». Обняла, люблю, целую, обняла, люблю, целую. Да, и я готов это слушать и слушать и слушать. И на почве этой песни вообще поговорить о твоих телепроектах, таких как «Беспринципные», те же, например, вот, как это все происходит. Менеджеры хорошо работают, вот, или как вы находите себя, как вы с фильмошниками, киношниками находите друг друга? Вообще, обычно это входящая заявочка, вот, то есть «Беспринципные», я помню, ребята пришли и сказали, вот. Пиши или нет, или давай возьмем твою песню? Нет, они сказали, вот, такой сериал, вот тебе две серии посмотреть. А, напиши. Вот тебе две серии ознакомиться, вот тебе референс, и, пожалуйста, нам нужно там в течение двух дней. Я такая, окей, написала. А они такие подумали-подумали, говорят, нет, слишком грустновато, давай повеселее. Поменяла пару аккордов? Поменяла, реально поменяла пару аккордов, сделала чуть быстрее, и они такие месяц ждали-ждали, мы ждали. Пока они там поймут. А они думали-думали. А они слушали-слушали, получается. Они слушали-слушали, потому что помимо меня, оказалось, было еще четыре артиста, вроде бы как. То есть это был некий тендер, некий конкурс. А знаешь, кто был? Нет. Интересно было можно сказать, конечно. Мне сказали... Ты? Да. И я такая, ура! Это, наверное, камерическая тайна, но много ты заработала на этом? Ну, прожить несколько месяцев я смогла спокойно. Мы не понимаем, правда, сколько то есть тратит на жизнь как бы в месяц? Ну, я... У меня как это... Чуть выше среднего. Ой, точнее, нет. Ну, да. Ну, средняя... Среднестатистическая... Но продукты по акте ты не покупаешь? Иногда. Будучи сна, иногда. Ладно, есть сейчас стандартный вопрос. Интересно, правда, интересно. С тобой в основном про музыку говорим. Ну, опустимся на грешную землю. Самая дорогая покупка, сделанная тобой за деньги, заработанная музыкой? Не считаем квартиры машины. У меня таких сумм не было еще. Ну, самое дорогое, наверное, это айфон 13. Про макс. На терабайт. Все, хватит уже, не говори. Все, понятно. Нормальные деньги. Серьезно? Макбук? А, нет. Макбук это мне... Подарили. Это бабушка дала деньги, да? Последнее время бомбишь крутыми фитами. Дальше золото. Да. Крутой, кстати, артист. Почему-то остающийся до сих пор в таком-комнатом андеграунде. Не выходящий, как мне кажется, пока на широкую такую сцену. Не сказала бы. Его многие знают. Он же адреналин стадиум собрал. Да, но я рассуждаю форматами, там, родинами, да? То есть я говорю о том, что хочется, чтобы он стал, ну, не попсой в хорошем смысле, понимаешь? Я считаю, что он, знаешь, он второй Агутин. О-о-о! Потому что у Агутина тоже... Это прям народное звание, я хочу сказать. Второй Агутин, это прям хорошо. Потому что у Агутина тоже классные панчлайны. И очень музыкально все. Но Леонид все-таки насколько как бы популярен, да? Ну, в смысле, имею в виду, что... Но он же не всегда был таким популярен. Ну, наверное, да. И я считаю, что как раз-таки у золота такая музыка, которая нравится всей плоскости. Да, я понял. Она такая народная. И через какое-то время, я думаю, что он до старости будет как раз-таки. То есть, ну, типа, шаришь, дети, которые выросли и столкнулись, они взрослые будут, вот как мы можем на Агутине прямо выйти и поорать все песни. И вот я считаю, что у золота будет так же. Что как бы его будут помнить и любить вообще до его старости. Мы сейчас с тобой как будто бы должны сразу же посмотреть билетный концерт Агутина. Ближайший. Срочно! Срочно, пожалуйста! Тогда про золото еще расскажем. Всем расскажем про ваш фит, как это все срослось, получилось. В общем, как у вас мэч произошел. Все очень просто. Опять же, запрещенная социальная сеть, как и с Марком, в принципе. Я в январе переживала один такой момент сердечного характера. Вот. И просто играла и написала вот прям сразу первый куплет. И решила выложить в сториз. И мне пишет Вова. Он такой, а ты второй куплет уже написала? Я говорю, еще нет. А я написал. Он говорит, а скинь мне, я напишу. Ух ты. Проходит пару дней. Он записывает. Потом он приезжает к мне в гости. Мы что-то думаем, собираем. И через какое-то время он решает собрать музыкантов. Он говорит, я хочу, чтобы эта песня звучала суперкруто. И он собирает музыкантов. Мы собираемся, репетируем на реп-точке. А потом мы все это записываем на студии. И это впервые, наверное, настолько такая масштабная работа у меня в жизни. Когда все живое. Это не то, что я, типа, каждый трек сидела дома. Да, да, сидишь ты сама. Да, да, да. А тут столько людей в этом. И я впервые в жизни пела в микрофон за 5 миллионов рублей в старый Нойман. И это очень классно. Я попробовала спеть в какой-то советский, похож на какую-то торпеду маленькую. Ну, то есть я начала... Я вот углубилась в это во все. И это очень интересно. Но дома мне комфортнее. Комфортнее, да. Но это было очень круто. Я очень рада, что почти спустя год эта песня вышла. Наконец-то. Ну, хорошо, что вышла. Потому что у нее такой осенний вайм. Такой вальсовый, непринужденный. И очень теплый. Под эту песню классно согреваться. И я смотрю, что очень многие люди... Согреваются. Согреваются и выкладывают видео под эту песню с объятиями. Ну, то есть все, как я, в принципе, видела. В эту осень есть у нас такая штука. Я прошу тех, кто к нам приходит, рассказать о треках, которые создают осеннее настроение. Так. Вот. Хочу тебя об этом уже попросить. Можно пятерку, тройку треков, которые, по-твоему, не обязательно грусть, да? Это может быть какое-то веселье, какое-то такое прозрачное осеннее настроение. От тебя, да. Так, ну что, может быть, начну... Начну, наверное, с группы Super Collection Orchestra. Так, круто. Знаешь такую группу? Да, конечно. Что именно из них? Карусель. Хорошо. Очень красивая, мелодичная история. А потом, может быть, еще группа Trust. Трэ, дробь, ст. Интересно. Нет, их не знаю. Ты не знаешь? Нет, Trust не знаю. Это очень классная группа. Так. Очень классная. Вот у них есть такой... Они обычно... Движуха делала. В эстетике 90-х, наверное, у них музыка. А тут очень такой мелодичный трек, называется Wake With. А что еще могу посоветовать? Есть что-нибудь такое, что можно было прям петь? Прям что-нибудь орать прям может быть что-нибудь такое? Мне всегда так сложно выбирать музыку. Сейчас, подожди. У меня даже есть плейлист специальный. Для осени? Да вообще, для классного настроения. Сейчас я скажу тебе. Вот такое для осеннего настроения как раз золото стихнет мотор. Cigarettes after sex heavenly. Yes. Мы четыре уже набрали, а еще пятый. Пусть будет Björk Venus as a boy. Хорошо, принято. Björk, сможешь спеть? He believes in the beauty. Venus as a boy. Спасибо, классно. Было здорово. Слушайте, смотрите, посмотрите видео-версию, послушайте подкаст. Я прошу тебя что-нибудь хорошее перед выходными нашим слушателям сказать, как-то зарядить, чтобы выходные мы провели на ура. Let's go. Да пусть не только выходные будут на ура. А вообще, в принципе. А вообще, в принципе, вся жизнь, пусть у каждого будет на ура. И это можно расширять за счет классной музыки, которую мы слушаем, за счет классных людей, которые вокруг нас, за счет классных фильмов, литературы. Впитывайте самую классную информацию, которая вас вдохновляет, и пусть ваша жизнь будет на ура. Спасибо, это была Тоща Чайкина. Тренджард Лайк-ФМ Лайк-ФМ Тренджард Лайк-ФМ Тренджард Лайк-ФМ